Девчонки, всем большой привет! С вами Юля. Сегодня хотела сделать болтологическое видео, поболтать на такую тему отказ от макияжа. Да, очень много роликов на YouTube мне как-то попадалось. В Instagram я видела такие посты, что женщины и девушки не красятся. И также есть такая точка зрения, она всегда была, есть и, наверное, будет. Вот эти вот страшилки, что косметика портит кожу, портит ресницы, и что те, кто часто красится, ну как бы они верными шагами приближаются к старости, и раньше они сморщатся, состарятся. Я сразу предлагаю разграничить. Это разные вещи, когда женщина отказывается от макияжа по каким-то личным соображениям, хочет краситься, или я знаю, что феминистки такие ярые, радикальные, будем так их называть в Европе, они тоже отказываются от макияжа. Либо человек выбирает какой-то очень экологичный образ жизни. Но на этот счет я бы тоже поспорила, потому что если уж отказ от макияжа, как чтобы двигаться в сторону какого-то супер натуральной экологичной жизни, тогда уж нужно и уезжать куда-то в деревню, в глубинку, на юг Франции, в лес. В общем, в те места, где нет большого скопления машин, заводов, там большого скопления людей, и питаться уже такими экологичными продуктами. То есть это целый образ жизни. Это уже люди, которые мыслят по-другому, выглядят по-другому. Если ты живешь в городе, ешь там еду из пакетиков из супермаркета в Макдональдсе, но при этом я откажусь от тоннельного крема, ну то это уж как-то совсем странный аргумент. Но в любом случае вот эти вот причины, да, какого-то осознанного по каким-то личным соображениям отказа от косметики, мы трогать их не будем. Я хочу сегодня просто порассуждать на тему того, а действительно ли это вредно, а действительно ли те, кто красится, стареют быстрее и у них кожа как-то портится. Вот действительно это так. И первое, я сразу хочу сказать, что я думаю, что нет, это не так. Во-первых, потому что я в жизни видела такие примеры взрослых женщин, которые в принципе особо не красились на каждый день, и там красились только по праздникам, но я думаю, это не берем в расчет, да, когда там женщин два раза в год красятся. Я не вижу такого, чтобы они как-то вот сохранили свою молодость и выглядели лучше тех, кто красится постоянно. Выросло уже целое поколение женщин, наверное, не одно, это уже несколько поколений, которые пользовались каждый день декоративной косметикой, примерно такой, какая она сейчас есть. Сейчас она даже лучше, потому что сейчас уже в косметике ESPF, увлажняющие компоненты, смягчающие компоненты. Но суть в том, что декоративка была уже очень давно, и мы видим уже поколение женщин, которые выглядят нормально, ничего страшного не случилось. И да, я не вижу разницы. И когда я вижу какой-то пост в инстаграме или на ютюбе какой-то ролик, что вот я, мол, не красилась столько лет, посмотрите на меня, ну, как бы смотришь и что? Ну, примерно так же ты и выглядишь на свой возраст. Ну, плюс еще помимо косметики есть тысяча других факторов, образ жизни, генетика. То есть я не вижу этой разницы. Во всяком случае, она не бросается в глаза, это точно. А меня тоже в подростковом возрасте, когда вот появлялся такой первый интерес к макияжу, меня этим запугивали, что ты испортишь кожу, выпадут ресницы, там вылезут прыщи и так далее. И меня вот это очень сильно отпугивало, но потом я поняла, что ничего страшного. Тем не менее, я все равно не считаю декоративную косметику какой-то суперполезной. Понятно, что она состоит там из силиконов, из красителей, фиксаторов, которые не очень полезны для нашей кожи, особенно если мы красимся каждый день. И опытным путем, на личном примере, по собственным наблюдениям, я кое-что заметила. То есть я выработала себе ряд правил с макияжем, так, чтобы пользоваться макияжем, но при этом, чтобы кожа оставалась в хорошем состоянии. И первое наблюдение, которое я заметила, это было, когда я работала по такому напряженному графику и вставала рано утром и красилась, и смывала макияж уже, ну вот просто перед сном. То есть вот, скажем, в 7 утра она красилась и там в 10 вечера смыла косметику. Я тогда замечала, что действительно портится и кожа, и глаза очень устают от туши. Появлялись черные точки, какой-то тусклый цвет лица. И я тогда пронаблюдала вот эту связь, что большую роль играет то, сколько вы носите косметику по времени в течение дня. То есть есть разница, 6-8 часов вы проносили макияж или вы его проносили 12 часов. Вот я вам точно говорю, особенно если вы краситесь каждый день, это же идет как накопительный эффект, разница есть. Я себе завела такую привычку, что как только я переступаю порог дома, первое, что я делаю, когда я там иду в ванну, мою руки, я сразу снимала макияж молочком, маслом, либо мицелляркой, смотря чем вы пользуетесь. Потом я просто умывалась водой и уже до сна, то есть уже до того, когда я пойду в душ, в ванну. Потом я уже делаю какие-то свои вечерние рутины, там крем, сыворотка, тоник и так далее. Но просто вот этот остаток вечера, ну не остаток, а вечер, если я находилась дома, я проводила без макияжа, чтобы кожа отдыхала и дышала. Это на самом деле очень здорово помогло. Лайфхак очень простой, берите себе это на заметку, если вы работаете где-то в офисе, либо у вас какой-то плавающий график, не нужно лишнее время как бы носить косметику. Ну, например, если вы пришли там и готовите, либо смотрите сериальчик, отдыхаете, зачем вам это время быть в макияже, тем более он уже не свежий к концу дня, поэтому смывайте, пусть кожа отдыхает. Второе, сама густота макияжа. На каждый день надо не краситься, а подкрашиваться. И действительно, я стараюсь на каждый день не наносить плотный макияж. Я в принципе не очень люблю тяжелый плотный макияж, иногда куда-то там на праздник, на вечер я могу так накраситься, но такой мой обычный макияж даже для видео, на самом деле очень легкий. Я тонким слоем наношу тональный крем. Если вам кажется, что вы наносите тональный крем нормальным слоем, попробуйте наносить в два раза меньше. Скорее всего, вы удивитесь и вам понравится больше. Соответственно, небольшой слой косметикой вот так же легче смыть, чем плотный слой. И также у меня всегда есть дни, когда я даю коже просто отдохнуть, просто не ношу косметику. Я в принципе никогда не носила макияж прям 7 дней из недели. Всегда у меня были какие-то дни, когда я не крашусь. И вот здесь вот, мне кажется, это очень важный момент. У меня есть подруги, которые вообще не могут даже мусор выкинуть без косметики. Это уже какое-то неприятие себя. В принципе, ну понятно, что с макияжем, но всем нам хочется выглядеть лучше. И с макияжем мы выглядим лучше, свежее, как-то поярче. Но тем не менее, и без косметики тоже нужно, мне кажется, уметь принимать себя. У меня бывают такие дни, когда я не крашусь. Иногда просто ленюсь. Также я часто использую такой лайфхак. Например, я подкрашиваю только брови. Ну потому что брови это уже часть лица. Все мы об этом знаем. Немножко консилера и, например, какой-то оттеночный бальзам на губы. Все. Уже более-менее выглядишь получше, поярче. И если вы совсем такая бледненькая, хочется, например, румяна нанести, то берите тогда кремовый румяна. Потому что на голую кожу без тонального крема пудровый румяна их будет заметно. Они не очень хорошо ложатся. А вот кремовый румяна просто немножко вот сюда пальчиком нанести. Уже вид будет гораздо свежее. Ну и, конечно, самое, наверное, главное важное правило это правильно снимать косметику. На самом деле лучше всего снимать косметику маслом. И вот следующее видео, которое у меня будет, я там буду пошагово прям разжевывать, показывать, как, каким маслом, какие способы. Есть два варианта, как это сделать. Конечно, косметику можно снимать молочком, двухфазниками, мицеллярками. Ну вот именно масло, содержащие средства, они все-таки лучше снимают косметику, потому что современные тональные кремы, они содержат такие компоненты, которые плохо растворяются водянистыми текстурами, то есть гелями и пенками. И я всегда за двухшаговое очищение, всегда. То есть второй шаг это уже непосредственно очищение. То есть первый шаг это непосредственно снятие макияжа, и второй шаг это уже очищение кожи. Пенка, либо гель, какое-то мягкое средство, очень бережное, чтобы убрать остатки макияжа, грязь и просто, ну, уже до конца очистить кожу. И очищающее средство, я много раз об этом говорила, держится на лице 60 секунд. То есть, ну, вы просто массируете лицо минуту. Если вы просто плюхнули, тут же смыли, то результат совсем-совсем другой. Я много раз говорила, что я аккуратно отношусь к скрабам. Не очень-то я их жалую, да, понятно, что это агрессивное воздействие на кожу. И на самом деле нежелательно пользоваться скрабами, если только очень-очень мягкими. Но по себе я знаю, что когда был густой макияж, например, куда-то ходили, очень хочется убрать его и потом еще дополнительно использовать скраб. Ну, вот прям очень хочется. Я бы тогда советовала использовать какие-то мягкие скрабы, скрабы гаммажек, которые еще в составе содержат энзимы, либо кислоты, либо очень классный вариант спонжи, спонжи для умывания. Я ими пользуюсь либо периодами какими-то, либо просто по необходимости. Если вижу, что кожа шелушится, чтобы убрать вот эти верхние роговевшие клетки. Но опять же, я не каждый день это делаю. Ну, вот такое было видео. Не думаю, что я тут рассказала что-то очень уж новое. Было ли у вас такое, что вы в течение длительного времени не пользовались макияжем? Стала ли у вас лучше кожа? Как вообще ощущения? Как вы к этому относитесь? Пишите свои комментарии. Давайте пообсуждаем. И всем пока! До новых встреч на моем канале! Пока-пока!